приветики друзья всем огромный план итальянский чао слушайте так стыдно стыдно ли стыдно до просить или не просить или там хотя бы очень спросить или не спросить что делать потому что вот я познакомилась с донатом уже давно я не знаю наверное как только начался этот донат несколько лет назад по моему вот вот сколько лет назад я же не помню я зарегистрировалась в общем мы создала свой канал создала свой счет вот потому что я видела какие-то видеоблогеры они выставляли там именно свой донат вот и попробую потом смотрю все эти где никто ничего не посылает короче как-то мне стыдно стало уже просить вот и убрала вообще именно с описание именно мой донат только там только есть paypal очень все такое вот это люди ничего не писала я никого ничего не прошу и сейчас вот смотря смотрю вот из-за последних печальных событий как говорится очень многие видеоблогеры именно у которых тысячи просмотров даже миллионы просмотров они просят помощь денежную представлять помощь просят донат елки-палки я думаю я я делаю видеоблоги уже до хрена и трошки лет вот я понимаю что я не такая интересная может быть за счет того что я перешла на видеоблоги именно как говорится может быть я уже думала давно может быть прекратить эти видеоблоги а именно делать фильмы какие-то рассказывать о чем-то показывать что-то и все но не делать повседневные видеоблоги вот так что если у кого-то какие-то вопросы будет как того там что-то будет интересовать по италии там или по каким-то рецептам потому что у меня есть на моем канале именно плейлист мои кулинарные всякие видеорецепты, у которых действительно тоже есть хорошие просмотры. И, короче, если у вас какие-то интересные какие-то вопросы, задавайте. Я по мере возможности буду делать видеорепортажи, показы, в общем, рассказы и всё такое. Вот. И я порыщу, порыщу, в общем, так сказать, в моём компьютере именно где-то мой донат затерялся. Вот. Если я найду, я выставлю это видеообращение, потому что, ёлки-палки, у людей-видеоблогеров миллионы просмотров, они не стесняются просить, как говорится, денежную помощь. Я не сказала, из-за этих событий, что в России отключили, как говорится, монетизацию, именно теперь не могут... Отключили рекламу, то есть не монетизацию, а отключили рекламу. В России не показывают, в общем, рекламу, что-то такое. Только не действует. Вот. И у меня и так было, были копейки, вот на Ютубе, вот шли эти копейки. А сейчас ещё меньше, представляете? Вот. Ну, я думаю, чёрт не шутит. Если вот этих известных видеоблогеров, у которых тысячи миллионов просмотров, они не стесняются просить помощи, то а чё я должна стесняться? Вот. И стыдно, понимаете, стыдно у людей просить. Вот. Я не такая, которая... Что-то... Какую-то, может быть, помощь, да, как говорится, могу попросить, там, совет спросить, вот, ну, чтобы деньги просить, как-то мне стыдно. Но, короче, я, конечно, вас не заставляю. Вот. И если у кого-то есть желание, конечно, помочь моему каналу, вот, чтобы я и дальше двигалась, как говорится, в нужном вам направлении, потому что я вижу, что мои видеоблоги, как говорится, и мне тяжеловато делать, потому что у меня сейчас много работы, вот, и в течение дня что-то снимать, конечно, тяжеловато. Вот. И вижу, что не сильно интересно. Вот. Если... Я ещё раз повторяюсь, вот, давайте я уже давно живу в Италии, я много знаю об Италии, если вас что-то интересует, вот, про Италию, там, и буду вам рассказывать, и если вы хотите, чтобы дальше, как говорится, держался мой канал, чтобы у меня был стимул, вот. В общем, не пожалейте какие-то там копейки, может быть, можете присылать, вот, мне будет, конечно, очень приятно, и у меня появится стимул. Понимаете? Вот самое главное стимул, потому что, действительно, я, наверное, введу свой канал, наверное, с первых годов Ютуба вообще, я не знаю, на второй или на третий год Ютуба, вот, я не... я уже не помню, дофига. Вот. Я, конечно, не знала, как правильно делать видеоблоги, не то, что видеоблоги, как правильно делать видео, какие-то репортажи, какие-то видеорецепты. Вот. У меня много слов-паразитов, конечно, но вот, знаете, Ютуб мне помог. Благодаря Ютубу я лучше начала говорить, и благодаря Ютубу я нашла друзей, хороших, и не сильно, конечно, в общем, близких, и не сильно, но всё равно Ютуб многое даёт. Вот. Так что мне, как бы, как бы не хотелось закрыть свой канал, и тоже время и жалко закрывать свой канал, потому что я как моё детище, понимаете. Вот. Так что, действительно, если вам интересно, что-то спрашивайте, и если есть желание, конечно, помогайте. Вот. И тогда у меня всегда появится стимул, и всё такое. Так, ну что, как у нас дела? О, всё, мне пора идти. Сейчас Ирину поехал к своему сыну, там у него в машине что-то поломалось. В общем, Ирину взял инструменты, поехал, короче, к своему сыну. Ну, а я сейчас сделаю пиццу. Ну, я не сделала пиццу, я только сделала тесто. Вот на формы у меня три пиццы будет, и одна пицца просто фокачит, потому что я не буду пиццу кушать на обед, я сделаю гречку с грибами себе. Вот, хватит, хватит, надо, говорится, худеть. Вот. Сделала пиццу и побегу сейчас в Лидл, потому что у нас закончились вот этот кошачьи палочки, они любят. Я бы им вообще уже не покупала, но Ирину привык давать палочки по утрам, эти съедобные кошачьи палочки, по утрам, чтобы они с голоду не умерли, потому что он раньше встает утром, он им дает по палочке, пока я встану. Хотя я сейчас тоже рано встаю, но мне некогда заниматься кошками, с утра пораньше. Мне самое главное дать покушать Санси и вывезти ее на улицу рано утром, пока она не сделала свои такие тяжелые дела именно дома. В общем, вот такие вот дела. В общем, куплю эти палочки, и хочу еще купить Бурата. Вот, вкусная Бурата, потому что мы иногда любим баловать с этой Буратой. И, кстати, вот, если смогу, я вам покажу эти прилавки, потому что я видела даже от известных видеоблогеров, которые не живут в Италии, говорят, что в Италии пустые полки. Даже вот в Тоскане тоже известный видеоблогер, Екатерина, забыла фамилию, она рассказывала и за эту хрендемию, сейчас, в общем, за все эти дела говорит, рассказывает о ней тоже много подписчиков, много просмотров, она тоже не стесняется просить донат. И вот она как-то говорила недавно, что у них пустые полки в магазине. Вот, я хочу сказать, что это неправда. Я не знаю, может быть, смотря где. Вот, потому что лично у нас в городе, в магазинах, да, полные полки. Ну, все есть, все можно купить. Вот, масло растительное, конечно, нельзя много купить, но по две бутылки, как говорится, на руку, на руке можно взять, ты можешь ходить каждый день, покупать по два литра, и, как говорится, вот так у тебя хватит того масла. Как говорится, нет дефицита. Так же самое и мука. Вот, тоже говорили, мука, мука, нет. Мука тоже там по два килограмма можно спокойно брать. И что-то еще, вот я не помню. Так что есть, все, есть. Вот, и, может быть, в каких-то деревнях, где мало запасов было, вот, запасы закончились, может быть, в этом пустые полки были, потому что недавно, когда были повышения цен на бензин, вроде трейлеры, большие фургоны, которые перевозят все, они там бастовали. Может быть, поэтому у них там был дефицит. У нас не было дефицита. Ну, в общем, ладненько, пошла я, как говорится, в Лидл, и покажу по мере возможности наши пустые полки. Так, Лидл, ну, все, сейчас куплю, по быстренькам и домой. У нас сегодня снова солнечная погода, слава Богу, ветер ураганный, вчерашний прекратился, уже тишина и лепота. Вот, фрукты, овощи, все полно, все есть. От местных до экзотических продуктов, все есть. Так, идем дальше. Вот, растите масло, есть даже не по 2, по 3 бутылки, по 3 литра можно брать. Видите, сколько масла? Так что, есть. Лука тоже есть, не сильно много, но есть и тоже по 3 килограмма. Раньше было по 2, сейчас по 3 килограмма можно брать. Люди набирают, видать. Взять что ли тоже. Смотрите, что? Тон, не ругаться, смотрите, что Томас притащил. Кузнечика. Такой огромный, целый саранча, он еще живой. Санса, ну не трогай ты хоть. Это, садовый бруцов, это добыча Томаса. Да не ешь, ну, нельзя есть, нельзя кушать. Томас, смотрите, живой еще, живой. Возьми, Томас, Фрэнди. Возьмет, не возьмет. Хотела в дом притащить его, а? Вот коты охотники. Пришлось Сансу домой затащить, а то она, не дай бог, съест этого кузнечика. Коты-то, они уже привыкли. Вот не знаю, они их ловят просто так, чтобы убить, поиграться или съесть. А, Томас? Играет, играет. Они любят. Они всегда не distressены, а и обновлечены. Продолжение следует...